Итак, друзья, от вас прилетела парочка комментариев про обзор нового трейлера Bloodlines 2 Не буду лукавить, я его уже видел, но раз уж такой запрос имеется, выскажу свою пару слов Поэтому, ну, давайте начнем, в принципе, поехали Ну, давайте сразу же пробежимся по первым кадрам То есть, показывать какую-то высотку Не помню, вроде бы, это какая-то не сильно главная Вентро, если правильно помню Перед ней стоит какой-то Носферату Не похоже на Слага, который, ну, которого звали Слаг Нет, подождите, Слаг, это был такой жирненький, да Есть еще один, по-моему, Виктор, его зовут Штори В общем, похоже на кого-то Носферату, непонятно, кто это конкретно Ну, и вместо действия происходит какого-то небоскреба, скажем В каст какой-то интерьерчик, кого-то убили Вообще, в этой игре будет много каких-то, я так понял, детективных заданий Где нужно будет выяснять, что произошло Судя по тем геймплейным роликам, которые нам уже показывали Вот, видимо, одно из них Это, если я правильно, опять же, понимаю Потому что пока что каких-то точных данных Все равно нам не говорят Нам даже не сказали дату выхода Просто сказали, что надо будет ищить 25-м Но это, я так понял, один из либо пресетов Либо, как бы, это вот единственный варик Который будет, ну, вот, мужского варианта главного героя Пока что непонятно, какая будет в игре кастомизация персонажа Опять же, этого еще не показывали Ну, вроде как, это мужская версия главного героя Показываю тут немного боевой процесс в какой-то заброшке Ну, как видите, выглядит, конечно, прикольно Я не знаю, это реально предзаписанный геймплей Или это вот реально так в игре оно происходит Но то, что, конечно, дверь закрылась от удара Выглядит круто Хотя, конечно, скорее всего, это похоже на какой-то предзаписанный геймплей Пререндерит И вот это вот все Ну, смотрим Какой-то Бенни Это Шериф Бруха Интересно Здесь, естественно, опять же, это не, я так понимаю, не сам геймплей Ну, это видно, это синематика какой-то Даже на синематиках, кстати, лицевые анимации Не то, чтобы какие-то суперкрутые Но Они и не суперпомойные, скажем так Видали их уже Я от Bloodlines 2 ожидаю просто хотя бы хорошей игры Мне будет достаточно того, что это хорошая игра с хорошим сюжетом С хорошими персонажами Про вампиров или тьмы Поэтому, ну, возможно, лицевые анимации не так хороши, как кажется Вот тут показывают стрельбу Это, наверное, самый спорный момент, значит, ну, самого трейлера То, что вот он держит как бы автомат как-то каким-то телекинезом и стреляет из него Я не знаю, будет ли это вообще всю игру так Либо это просто какая-то способность типа того же телекинеза Ну, в принципе, даже если это будет вот именно вот так Это опять же мелочи Ну, типа, ну, если так, то так Это может обыгрываться в плане того, что все-таки Фара, по-моему, да, будет звать главного героя Нет, Фаер, Фаер, почему Фара? Фаер, точно Он же довольно древний вампир, насколько я понимаю, по сюжету И, возможно, он не знает, как правильно пользоваться этими игрушками Поэтому держит их вот так Ну, посмотрим И, собственно, здесь тоже, как видите, телекинезом держится арбалет Что касается какой-то физики, выглядит вполне себе неплохо, как мне кажется Ну, вот, в принципе, добивание Добивание мы, в принципе, и так видели, да? До этого Ну, посмотрим еще раз Добивание в игре выглядит эффектно довольно Мне кажется, это один из плюсов игры Тут главное, чтобы они сделали тогда этих добиваний какое-то, ну, разнообразное Большое количество, иначе это будет, как в Скайриме Когда ты первые, там, два часа радуешься, да, радуешься добиванием А потом тебя не просто доедают Ну, да, как вот видим здесь Это явно главный герой, да? Участвует в добивании И вот так будет выглядеть главный герой Мужского пола Если так еще можно вообще выражаться И это не какое-нибудь нарушение правил Каких-нибудь толерантных персонажей Ну, так, в общем, выглядит прикольно Мне нравится, и он на меня похож У него тоже длинные черные волосы Брови, так что В целом, в целом, обалдешь Вот, Толян теперь его зовут Я не помню, как его звали в предыдущих геймплейных роликах Еще когда над игрой трудилась другая студия Ну, в целом, что сказать Носфератыч Я почему-то, мне казалось, что у него очень сильно голос озвучки был похож на князя из оригинального Bloodlines Ну, сейчас вы его вроде бы поменяли или нет? Ну, тут трудно понять У него очень такая реплика наигранная Ну, вообще не похоже Вообще не похоже Вот есть такая тримерочка Тяночка-няшечка Она изучает, ну, естественно, кровавую магию Ну, типа, лицевая анимация, вот как я сказал Они выглядят не супер-крутыми, но и не супер-помойными Такие, знаете Весьма обычные Бывшая, ну, да, может, как принцесса, да, города Лу, ее, по-моему, зовут, правильно я понимаю? Я думал, кстати, что это будет Тореадор А это, оказывается, Вентру Интересно Интересно Она довольно такой властный голос Властный такой Ну, такой архетип Ну, естественно, Вентру Вот непонятно Вот это предзаписанный геймплей Или что это? Вот это, вот это Синематик Это пререндер Или что? Это непонятно Такое чувство, что это, знаете Был геймплей На него наложили Какие-то парочки фильтров Там, может, что-то подкрутили С помощью нейросеток Каких-нибудь, типа того Ну, целый, выглядит нормально Вот нам показывают ночной сиэтл Но эти кадры мы, в принципе, давно еще видели Вот какая-то эта самая древняя метка Древнее проклятие, которое лежит на главном герое И с которым мы будем разбираться всю игру Ну и, в принципе, все Значит, что могу сказать Трейлер, опять же, весьма короткий Даты выхода нам не показали Как бы Из-за этого Кажется, что игра Ну, еще не на каких-то финальных стадиях разработки Хотя, по идее, должна уже быть И было бы неплохо, если бы нам в ближайшее время все-таки объявили даты выхода Ну, прям, конкретную какую-то, а не просто год Плюс, что хочется сказать Хочется отметить, что такое ощущение Как минимум такое ощущение складывается Что игру делают без какого-то сильного упора на повестку То есть, еще ни разу не было никаких, вот знаете, уклонов в сторону вот этого Сживы и так далее Это приятно, безусловно То есть, да Ну, может быть, что-то в игре такое и будет Навряд ли этого не будет вообще Но, как минимум, это не Dragon Age новый, да То есть, здесь ни про какие гендерные вечеринки Никто ничего не говорит И это приятно Это, как бы, уже вселяет надежду, что Действительно, Bloodlines выйдет хороший А уж, учитывая вот то, что выходит сейчас Типа того же Dragon Age Такое ощущение, что Bloodlines вообще может даже, ну Стать прям очень хорошей игрой То есть, на фоне того говна, что выходит Она может собрать себе даже большую какую-то, ну Аудиторию Больше какой-то хайп Нежели если бы она вышла там в обычное время Поэтому в этом плане даже удачно получается Что еще хочу сказать На канале Paradox Interactive Лим, нет, по-моему, даже не Paradox Interactive А самой вот студии разработки из-за Chinese Room Я глянул еще пару шорцев Где было показано, в принципе, что Значит, то, как мы относимся к персонажам Ну, на протяжении игры Будет влиять на то, как они относятся к нам То есть, такая, ну, RPG-шность Вот, конечно, естественно, присутствует И это будет, ну, влиять на нашу игру чуть ли не до самого конца Ну, как минимум, так говорят в Shorts То есть, это такая, знаете, плюс-минус эксклюзивная инфа от меня Вот, ну, давайте даже сейчас найду и покажу вам В Bloodlines 2, characters will remember how you've treated them For example, if you've been polite to Lou Graham She'll take your kind welcome graciously If you've only been rude Then she'll see it as sarcasm These relationships attract throughout the whole of the game Some characters like it when you stroke their ego Or are more diplomatic But if you try that with the wrong person They'll start to distrust you Perhaps strong words and cutting the nonsense Might be a better tactic for them You'll build a reputation for your sage advice Or bullying nature So make sure to balance getting what you want With making the right allies Writer Sarah Longthorne has released a dev diary About the dialogue system Ну, в общем, кратко говоря Да, действительно, к одним персонажам Один стиль общения будет подходить лучше К другим хуже Все это будет влиять, там, чуть ли не на всю игру Ну, в общем, такой небольшой эксклюзчик от меня Если бы вдруг пропустили вот этот Shorts От студии разработки Ну, а на этом, в принципе, все Спасибо за просмотр Надеюсь, что-то хотя бы новое от меня узнали Подчеркнули Надеюсь, вам мой обзор, реакция понравился Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok